Актуальный марксизм Вот она В описании Говорится авторы Михаил Попов, Дмитрий Гоблин-Пучков Дмитрий Моисеенко и Клим Жуков В аннотации сказано, что марксизм наиболее прогрессивное И глубокое учение о развитии и движении общества В новом цикле бесед Михаил Попов, Клим Жуков и Дмитрий Моисеенко Обсуждают, как знания и понимания марксистской теории Помогают объяснить смысл проводимых сегодня реформ И давать им точную научно обоснованную оценку Популярное изложение марксистской теории в форме бесед Позволяет читателю приобщиться к этой вершине Научного и социального прогресса Рассматриваются такие вопросы, как Что общего между марксизмом и религией Что такое общенародное государство На каком этапе можно зафиксировать, что построен коммунизм На эти и другие вопросы вы найдете ответы в новой книге Актуальный марксизм Тут такие разделы Почему марксизм? О марксизме как науке Марксизм и пенсионная реформа О диалектике социализма О друзьях и врагах диалектики Ну вот, почему марксизм? Это предисловие, которое подготовил Дмитрий Юрьевич Пучков Гоблин Вот Где он Приводит Высказывание Маркса о том, что Маркс вообще сделал Что Маркс говорит о том Что он сделал в науке Сам Маркс в своем великом открытии Написал в письме Иосифу Вейдемейру В Нью-Йорк 5 марта 1852 года Следующее Что касается меня То мне не принадлежит ни та заслуга Что я открыл существование классов в современном обществе Ни та, что я открыл их борьбу между собою Буржуазные историки задолго до меня Изложили историческое развитие этой борьбы классов А буржуазные экономисты Экономическую анатомию классов То, что я сделал нового, пишет Маркс Состояло в доказательстве следующего Первое Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства Второе Что классовая борьба Необходимо ведет к диктатуре пролетариата Третье Что эта диктатура Сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов И к обществу без классов Маркс и Энгерс сочинение Том 28, страница 424-427 В предисловии подчеркивается, что марктизм не только теория, действующая до полного уничтожения классов Это современный метод исследования движения общества Основан на диалектическом и историческом материализме Который составляет основу современной наиболее передовой философии Хотя и не самый простой для изучения и понимания Вот почему нужны такие книги, как эта В которой популярное изложение марксизма в форме бесед Позволяет и непосвященным приобщиться к этой вершине научного и социального прогресса В предисловии указана или раскрыта и структура этой книги Первая беседа дает представление о марксизме как о наиболее совершенной науке об обществе Вторая показывает, что марксизм помогает объяснять и понимать смысл проводимых сегодня реформ Давая им точную научно обоснованную оценку Специально останавливаются авторы на реформе пенсионной Третья беседа помогает представить жизнь в будущем социалистическом обществе Не как просто благостное существование, а как процесс разрешения социальных противоречий Процесс борьбы за новое передовое против старого отживающего Четвертая беседа содержит ответ на вопрос, зачем изучать диалектику, которая составляет душу марксизма Как это делать и отвечает тем, кто изучение диалектики пытается подменить повторением Нескольких пропискных истин, не связанных между собой в систему знаний Что приводит к существованию начетчиков и шарлатанов, выдающих себя за ученых Чтение этой книги, подчеркивает Дмитрий Воблин-Пучков, будет полезно каждому, кто обладает живым умом и тянется к новым знаниям Инициативу в рассмотрении этих вопросов взял на себя Дмитрий Моисеенко, который живет в городе Калинине-Цвери И является организатором просветительского проекта «Научная среда» И он решил провести, прежде всего, беседы по тем вопросам, которые тут были обозначены Ну вот, поскольку первая беседа, о которой говорится, это беседа, которая раскрывает марксизм как науку То есть, что является предметом марксизма современного, а марксизм нуждает общество В его движении и развитии, причем в его движении и развитии через различные фазы, которые он проходит Через различные общественно-экономические формации, и каждая общественно-экономическая формация Характеризуется своим базисом, своей надстройкой А надстройка – это политическая и идеологическая надстройка И главным здесь является инструментом движения, инструментом воздействия на общество Это государство И показано, что государство всегда носит классовый характер и всегда диктатура какого-нибудь класса Не бывает такого государства, которое было бы общенародным Энгельсон объяснял, что соединять слово «народ» со словом «государство» нелепо Это жареный лед Пока государство есть, пока оно еще не отмирало полностью Это государство классовое Диктатура В данном случае, если речь идет об отмирании, диктатура рабочего класса А если оно уже стало народным, тогда оно уже не государство Оно не является органом класса Потому что государство – это организация насилия для обеспечения интересов господствующего класса Вот поэтому всякого рода рассуждения о всенародном О всенародной власти, о всенародном государстве Они не научные, они ничего общего с наукой вообще не имеют Они являются обманом народа Вот, марксизм имеет три источника, три составных части А еще точнее назвать, если употреблять диалектические категории, три момента Моменты – это то, что неотделимо одно от другого То, что не существует отдельно от другого И они могут, как живые моменты, существовать в рамках целого и вместе с этим целым Это, прежде всего, диалектика, которая является материалистически истолкованной диалектикой Гегеля И, соответственно, является диалектическим материализмом Это политическая экономия, в которой Маркс представил капиталистическую общественно-экономическую формацию Как живую, развивающуюся И в соответствии с диалектическим методом показал, как из простой, так сказать, клеточки, из товара развивается капитализм Из капитализма развивается, так сказать, современное, разное общество И самое интересное и самое главное в том, что сделал Маркс Это не какие-то положения, которые можно цитировать Или какие-то определения, которые можно выбирать А самое важное – тот метод, который подтвердил на примере исследования экономики современного буржуазного общества Что диалектический метод является самым мощным, самым могучим методом познания И вот тот, кто следит за логикой капитала, то есть тот, кто читает сам капитал Для него все категории, которые там есть, они выводятся из более простых в более ранних Более поздние содержат в себе по содержанию более простых категорий Поэтому тот, кто хочет понять марксизм, он должен изучить три тома капитала Маркса И не покупаться на дешевые, так сказать, какие-то учебники или книжечки Которые рекламируются, что они, дескать, в одной книжке вам быстро это все изложат Есть книга Энгельса, называется «О капитале Маркса» Поэтому, конечно, Энгельса, который подготовил печати второй и третий том И с Марксом обсуждал все содержание капитала и полностью, так сказать, владеет этим Конечно, почитать Энгельса очень полезно и нужно И вообще надо стараться читать людей, которые являются не просто какими-то авторами, которые решили, так сказать, свое имя высветить за счет того, что они приобщаются к именам великих А такими, которые владевают самой наукой и являются гениальными людьми, то есть людьми, продвинувшими человечество вперед Таким был и Энгельс Для того, чтобы показать, что марксизм может быть использован для анализа любых социальных изменений Вот тут имеется специальный раздел в книге «Марксизм и пенсионная реформа» То есть сначала рассматривается, что можно ожидать от нынешнего государства И что нынешнее государство является государством диктатуры буржуазии Поэтому не приходится удивляться, что все инициативы и действия, которые исходят из глубин интересов господствующего класса Направлены на то, чтобы улучшить положение кого? Улучшить положение класса буржуазии Поэтому все реформы, которые осуществляются, хотя они облекаются в форму народных Для народа, для его же блага, для того, чтобы, скажем, пенсионные деньги не пропали Поэтому для того, чтобы они не пропали, у каждого пенсионера будущего, кто на пенсию еще не перешел У него забрали, по самой скромной оценке, примерно 840 тысяч рублей Потому что средняя пенсия в России 14 тысяч А количество месяцев, которые у него по выплате пенсии забрали, это 5 лет Это по 12 месяцев в году, 60 месяцев 60 умножаем на 14 тысяч и получаем 840 тысяч рублей Вот что проделаны Одновременно с этим, вы знаете, произошло повышение НДС Некоторые товарищи думают, что НДС это касается предпринимателей Это да, касается, конечно Но предприниматели сначала уплачивают НДС, потом они возмещают НДС А вот конечный потребитель, это тот самый потребитель, который есть народ Он выходит из магазина в руке с чеком, который ему дают А в чеке написано, в том числе НДС Если раньше было в том числе НДС 10 или 18%, то сейчас написано после этой реформы В том числе 20% НДС Что такое 20%? Это пятая часть Пятая часть цены продукта, по которой вы приобретаете в магазине Самые элементарные вещи, там хлеб, картошку, морковку, сметану, молоко и так далее Пятая часть цены этих продуктов, или рубашки, или ботинки и так далее Это тот налог, который получается таким образом Повышается цена, и с вас берут эти деньги Вот что происходит Ну, соответственно, те, кто производит или торгует, они перечисляют этот НДС государству И, так сказать, вот все эти отдельные предприниматели В единстве с государством Они занимаются тем, чтобы понизить реальный жизненный уровень трудящихся Отдельно следует сказать о разделе, о диалектике социализма Уже в предисловии говорится, что не только противоречивым является капиталистическое общество Но есть и противоречия развития движения социализма Их тоже надо видеть Что это не беспроблемное общество Это общество, в котором действуют противоположные тенденции И тот, кто не видит этих противоположных тенденций В частности, не видит отрицательных тенденций Которые тянут страну назад Он является полуслепым Слепым, так сказать, на один глаз Он может рапортовать о всяких победах, о достижениях Но он совершенно не замечает, как происходит разрушение социализма Поэтому вот эта слепота политическая, слепота экономическая Связана с тем, что не были в достаточной мере изучены противоречия социализма И не дано идеологическое понимание социализма как процесс разрешения противоречий Поэтому вот в этом разделе рассмотрены важнейшие противоречия Рассмотрены пять важнейших противоречий, которые вытекают из основного Основное противоречие между коммунистической природой социализма И его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма Оно разрешается борьбой за коммунистическую природу социализма Против, так сказать, отрицания коммунизма в самом коммунизме Вот Как и все противоречия, общественное разрешается борьбой противоположных сторон А поскольку идет борьба за коммунизм, а коммунизм означает общий То и прежде всего эта борьба идет в основе общества, в экономике То экономика социализма носит непосредственно общественный характер Производство социалистическое это не товарное, а непосредственно общественное производство Но поскольку есть отрицание момента этого самого непосредственно общественного производства, которое является отрицательным, этот момент можно называть товарностью. Товарность есть отрицание непосредственно общественного производства в самом непосредственно общественном производстве, и это противоречие разрешается борьбой за приоритет общественных интересов. Дальше мы переходим к третьему противоречию, противоречию между бесклассовой природой коммунизма и еще непреодоленным делением общества на классы. С одной стороны, тут нет классов антагонистических, и уже поэтому, как коммунизм, общество социалистическое должно быть охарактеризовано как общество бесклассовое. Но классы еще полностью не преодолены. Поэтому для полного преодоления классов нужно уничтожить различия между городом и деревней, людьми, физического и эмоционального труда. Поэтому и общественные интересы тоже не являются абстрактными народными интересами, общенародными, а они являются интересами передового класса, рабочего класса. И приоритет интересов рабочего класса, и борьба за приоритет интересов рабочего класса обеспечивает разрешение данного противоречия по линии движения вперед, перерастание социализма в полный коммунизм. Это обстоятельство, что передовые интересы рабочего класса, интересы рабочего класса как класса наиболее заинтересованного в перерастании социализма в полный коммунизм являются общественными, и следовательно все классы и слои должны заботиться об этих общественных интересах, делает рабочий класс субъектом управления социалистическим обществом. И как субъект управления он планомерно обеспечивает планомерное развитие социалистического общества, прежде всего социалистической экономики и общества в целом. Но противоречие в чем состоит? А состоит оно в том, что какая бы ни была планомерность, в ней всегда есть элементы стихийности. Они останутся и вообще при полном коммунизме, потому что нельзя за короткий период предусмотреть все, что будет, все ситуации, которые будут в экономическом развитии. И поэтому с нашим относительным познанием действительности экономической и ее развития связано и наличие элементов стихийности. Но кроме того, раз есть противоречия в интересах, хотя и не антагонетические, то мы сталкиваемся с тем, что вместо приоритета общественных интересов, некоторые граждане осуществляют приоритет своих собственных, хотя бы иногда. И поэтому приходится применять меры и государственного принуждения. Поэтому управление экономикой в условиях социализма является государственным. И поэтому можно сказать, что разрешается это противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства элементами стихийности в его организации с помощью системы государственного планового централизованного управления. Вот тут некоторые товарищи ставят точку, и так сказать, как государство все решает, оно все планирует, оно все осуществляет. На самом деле само государство не находится вне сферы противоречия социализма. Люди, которые сидят в государственном аппарате, кроме интересов рабочего класса, которые они должны осуществлять, имеют свои собственные интересы, которые у них есть. А эти собственные интересы различаются от интересов рабочего класса. Поэтому никакой гарантии, что работник государственного аппарата будет осуществлять именно интересы рабочего класса, а не свои собственные особые интересы, никакой такой гарантии нет. Поэтому мы наблюдаем в системе государственного плана социалистического управления элементы, связанные с попыткой поставить в углову угла какие-то особые интересы. Это называется мелкобружазностью в условиях социализма. Мелкобружазные попытки. Почему мелкобружазные? Потому что что характерно для мелкобружазии? Не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Вот мелкобружазии как таковой уже нет, а явление такое, как мелкобружазность, есть. Потому что такие попытки осуществлять не интересы, так сказать, самые передовые интересы передового класса, а свои особые какие-то частные интересы и ставить их в углову угла есть. И если они ставятся в углову угла, мы встречаемся в системе управления с чем? С ведомственностью, с местничеством. Мы встречаемся с карьеризмом, с бюрократизмом. И встает вопрос, а как же разрешать это противоречие? Вот надо сделать такой вывод, и такой вывод книги делается, что это противоречие в рамках самой системы управления не решается. Как бы само государство и его руководители не боролись с карьеризмом, с бюрократизмом, с ведомственностью, с местничеством, писали бы инструкции, наказывали бы тех нерадивых чиновников, или наоборот поощряли бы тех, кто соответствует этим критериям, этим проблему не решишь. Чтобы проблему эту разрешить, нужно, как писал Ленин в «Государстве революции», чтобы каждый на время становился бюрократом, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. То есть необходимо всеобщее участие в управлении. Вот у Ленина в «Государстве революции» предусмотрены некоторые меры, которые он считал достижениями Парижской коммуны еще, и соответствующими рецептами для борьбы с заражением государственного аппарата, которые должны быть примитивы во внимание и использованы, и которые, надо сказать, плохо использовались. Вначале использовались, вначале на ранних этапах использовались, а потом как-то их забросили. Это такие меры, как никаких денег на представительство. Вот сейчас везде фигурируют представительские расходы. Это значит за общественный, за государственный счет устраиваются банкеты, встречи, приемы, или, проще говоря, выпивки за казенный счет. Это делается на самых разных уровнях. Это делается в то время, когда у народа не хватает средств для того, чтобы достаточно питаться и нормально одеваться, и в это время, значит, устраиваются банкеты, приемы и так далее, и прочие расходы. И это уже имело место и в условиях социализма. Раз. Второе. Так вот, у Ленина написано, никаких денег на представительство, никаких денег на представительство не давать, не выделять, кто хочет за счет своих средств кого-то угостить и на здоровье, но и не в рабочее время. Это раз. Второе. Это парт максимум. Вот поскольку коммунистическая партия является правящей в системе диктатуры, пролетариата господствующей партии, но особые требования являются к коммунистам. Вот Ленин, например, писал так по отношению к судам, что суды должны карать коммунистов за одни, такие же преступления строже. Если вот какое-то преступление совершил обычный гражданин, ему, может быть, один год, а если коммунист, два или три. Почему? Потому что это правящая партия, к ней требования повышены. Но это, так сказать, имеет длительную и философскую историю. Например, в Спарте, вот тем, кто является их патрицией, то его, конечно, наказывали строже. А тех, кто не является, не принадлежит, так сказать, к высшему слою, его просто секли. При теме за то преступление, за которое предотносящихся к управляющим казнили. Но самое главное, чтобы все участвовали в управлении. Во второй программе партии, которую подготовил Ленин, и которая была принята восьмым съездом, был написан переход к шестичасовому рабочему дню при дальнейшем росте производительности труда с обязательством два часа ежедневно, без особого вознаграждения, каждому трудящемуся уделить обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть каждый должен на время становиться бюрократом, и поэтому никто не может стать бюрократом. Вот эта вот идея, вот эта вот главная магистральная дорога, она, в общем, осуществлялась плохо. Осуществлялась плохо, и с этим связаны как раз и расложения, и потери социализма. Поэтому задача, скажем, сегодняшняя, она состоит в том, что разбитые армии хорошо учатся. Поэтому, скажем, вот марксизм, который, дескать, он раньше был актуален, он сейчас еще более актуален, он актуален на весь тот период, который называется эпохой перехода от капитализма к коммунизму. То есть надо, чтобы весь мир перешел от капитализма к полному коммунизму, а не просто к социализму. чтобы этот самый коммунизм, чтобы этот самый марксизм перестал быть актуальным. Потому что пока у нас, в странах, в которых установлена только социалистическая власть еще, живет сейчас полтора миллиарда человек из семи, меньшая часть. Из всех стран социалистических построила социализм только одна страна, КНДР. А те страны, которые раньше построили социализм, это Советский Союз, это Болгария, Венгрия, Румыния, Албания, они, ГДР, они осуществили движение вспять, назад. В полном противоречии с тем, что говорил Хрущев, что, я скажу, вот социализм мы построили полностью и окончательно, он победил полностью и окончательно. Не может социализм победить окончательно, как только вы прекратите бороться за перерастание его в полный коммунизм, он будет сползать в капитализм. Потому что социализм – это не дом, который вы построили, а это общество, которое подвижно. И если вы не двигаетесь вперед, значит, оно начинает двигаться назад. Вот так обстоит здесь дело. То есть, поэтому, пока существует социализм, надо укреплять диктатуру патриарта, а не заменять ее общенародным государством. Что проделали и в ГДР, и в Советском Союзе, и, так сказать, на этой ноте, так сказать, все и потеряли сначала власть рабочего класса, а потом мы потеряли и тот строй, который осуществим только при одном условии, что рабочий класс имеет в государстве власть. И разрушилась и социалистическая экономика. И поэтому, скажем, нынешняя экономика России – жалкая экономика по сравнению с экономикой Советского Союза. И с экономикой Советской России, если сравнивать, так сказать, с Россией, разную Россию Советской. По сравнению с тем, сколько выпускали станков в России Советской, мы являемся, так сказать, отсталым каким-то элементом сейчас. Поэтому нам надо учиться у того строя, который является передовым. Ну и поскольку это, так сказать, длинная эпоха, эпоха перехода всего мира от капитализма к полному коммунизму, поэтому и на нашу с вами жизнь, и на жизнь наших детей, и на жизнь наших внуков, как говорится, на все это время марксизм будет актуальным. Потом он будет актуальным с точки зрения того, что он показывает, что вообще общество развивается в порядке борьбы. Это вот подчеркнуто было Сталином, что вот всегда будет идти борьба нового со старым. Всегда. И всякое развитие будет совершаться. Развитие от себя к себе идет, от низшего к высшему, от простого к сложному, или простого к сложному, низшего к высшему. И это движение совершается в порядке борьбы нового со старым. А новое, это передовое, оно же рождается в малом числе голов, и у малого числа людей. Поэтому, когда новое рождается, оно всегда слабее старого, того, что уже распространилось широко, к чему привыкли. И поэтому тот старый распространенный принцип, он побеждает в борьбе, это новое. Но новое в этой борьбе не пропадает, именно потому, что оно не просто новое, оно передовое, прогрессивное. Оно укрепляется, терпя поражение, укрепляется, приобретает опыт. И потом начинает теснить старое. И становится уже господствующим принципом. Оно завоевывает свои позиции. Но когда оно завоевывает полностью позиции и становится господствующим, и побеждает, появляется новое, опять в малом числе голов или у малого числа лиц, которое является более передовым, чем вот это новое. А это новое уже превратилось в старое. И вот диалектика борьбы нового со старым означает, что не надо настраиваться не только для капитализма, не только для класса общества, для самого полного коммунизма. Настраиваться на то, что исчезнет борьба. Потому что всякое развитие идет через борьбу противоположностей. Вот наука диалектика, потому она была современной, останется современной и на самых высоких стадиях развития человечества, потому что она показывает, что всякое развитие, по природе самого развития, есть борьба противоположностей. И во всяком развитии есть прогрессивные и регрессивные реакционные тенденции. Вот борьба прогресса против регресса, она вечна. И поэтому в этом плане марксизм в своей той части, которая относится к диалектике, к философии, он взят, как и человечество, он добыт раз навсегда. И его изучение, и его применение будет вечным условием человеческого существования. Что касается вот той части, которая относится к коммунизму, ну поскольку коммунизм нужно воспроизводить, нужно его строить и развивать дальше, поэтому без понимания того, что такое коммунизм, это сделать нельзя. Поэтому и научный коммунизм является очень важным. А что касается политэкономии, которая учит основой общества, и основой общественного развития является развитие материального производства. Материальное производство и его развитие. Поэтому и политэкономия тоже, как наука о производстве, прежде всего, как материальной основе, как о базисе общества, тоже будет всегда актуальна. Поэтому марксизм, это не такое учение, которое вчера было актуально, или сегодня актуально, или завтра будет актуально, а которое будет актуально всегда. И вот эту книгу можно приобрести, заказать очень легко. Здесь вот на последней странице книги написано, что заказать книги издательского дома «Питер» можно любым удобным для вас способом. На нашем сайте www.piter.com, по электронной почте www.piter.com, по телефону 812-703-73-74. Вот, так сказать, их напечатано 4000, ну и если будет большой спрос, их можно печатать и больше дополнительным тиражом. Это не первая книжка этой серии, которая в сотрудничестве с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, с Яковлевым, с Жуковым, с Моисеенко печатается. Первая книга была «Диалектика. Ключ к истине». Мы ее вот так же представляли. Вторая книжка была «Современный фашизм» с Пучковым, с Яковлевым, с Жуковым. Вот. Третья книга называется «Экономика. Закат. Либерализма». О том, что нужно сделать в экономике для того, чтобы экономика развивалась, она не деградировала, потому что люди, которые делают ставку на либерализм, на то, что рынок все решит, они уничтожают, разрушают нашу экономику, вредят ей. И вот есть еще одна книжка, которая называется «Коммунизм», с авторствием с Егором Яковлевым и с предисловием Дмитрия Юрьевича Пучкова. И это вот последняя, самая свежая книжка «Актуальный марксизм», которую вы можете заказать и приобрести в буквоеде или в компьютерных магазинах во всей России, в любом практически крупном городе. Еще одна книга, которая называется «Святые 90-е», где говорится и рассказывается о том, какая шла борьба как раз в 90-е годы и как обманывали народ, почему народ должен хорошо изучать общественную науку, чтобы его не обманывали, так сказать, не относились к нему как к лоху. Поэтому вот анализ истории того, как обманули народ в СССР, помогает нам и поможет нам в будущем, чтобы не стать снова жертвами обмана. Потому что, вот скажем, русский народ, он показал чудеса героизма в прямом столкновении, в открытом бою. И в то же время он продемонстрировал, что он очень доверчив, что он слушает всяких мошенников, в том числе политических, экономических, и является легкой жертвой мошенничества. То есть человека нельзя взять силой, его берут вот таким обманом. Мошенничество в Уэлловном кодексе фиксируется как злоупотребление доверия. Вот чтобы этого не было, надо изучать историю. Надо изучать историю тех обманов, которые были сделаны в эпоху правления Ельцина и его комарили, которая уничтожала социализм, уничтожала права и достижения, которые были у советского народа. И теперь мы оказываемся в разоренной стране, которая откатилась уже на какое-то далекое место от того второго места, которое она занимала в мире. Желаю вам интересного чтения и полезного чтения. И изучение марксизма, поскольку он является таким важным и актуальным сегодня. Также я, пользуясь случаем, пригласить товарищей, которые интересуются марксизмом, поступать в Красный университет. Набор в него будет происходить в конце лета и в сентябре. И в Красный университет фонда рабочей академии можно поступить, разумеется, бесплатно. И он работает для ленинградцев очно, а для иногородних или для представителей других стран он работает на основах удаленного доступа. То есть можно, так сказать, заниматься и просматривая лекции и семинарские занятия на экране своего компьютера и выполняя те задания, которые вы получите через систему обучения удаленного доступа. Пожалуйста, поступайте в Красный университет фонда рабочей академии и изучайте марксизм, об актуальности которого сегодня шла речь. Спасибо за внимание.